I'm not joking. Я не шучу. There are such birds. Есть такие птицы. And you know them. И вы их знаете. Shall I help you? Полли asked. Мне помочь вам? Спросила Полли. Напоминаю, что вот такие вопросы, которые начинаются с shall I, переводятся как мне сделать что-то. Например, shall I read? Мне читать? Shall I begin? Мне начинать? Shall I write? Мне написать? Ну и так далее. Help us a little. Помоги нам немножко. We can't guess the children cried. Мы не можем отгадать, кричали дети. Well, it is a big bird. Ну, это большая птица. It can run very fast, though it cannot fly at all. Она умеет очень быстро бегать, хотя она вообще не умеет летать. Она откладывает очень большие яйца. Напоминаю, что выражение lay eggs – нести яйца, откладывать яйца, нестись. Lay eggs. Её перья очень красивые и дорогие. Expensive – дорогой, дорогостоящий. Expensive. Some women wear them on their hats. Некоторые женщины носят их на своих шляпах. Напоминаю, что женщины – это то существительное, которое образует ношное число. В смысле, женщина – женщины не по правилу, то есть без окончания s. Woman – когда через a пишется единственное число, а вот когда множественное через i читается women. Глагол wear встречался уже неоднократно носить, быть одетым во что-то, то есть не надевать, а уже быть в чём-то. Значит, некоторые женщины носят их, wear them on their hats, на своих шляпах. Now guess. А теперь отгадывайте. I know, now I know, Jimmy cried. Я знаю, теперь я знаю, закричал Джимми. It's a sparrow. Это воробей. Слово воробей уже встречалось. Sparrow – в первой части данного пособия. Ну, вспомним. Sparrow – воробей. Oh, carrot. Ой, морковка. Do sparrows lay big eggs? Воробьи несут большие яйца? Или воробьи откладывают большие яйца? Can they run very fast? Они умеют очень быстро бегать? Are they black and white? Они чёрно-белые? Do you think they cannot fly? Ты думаешь, они не умеют летать? For shame. Как не стыдно. Think before speaking, you silly boy. Polly said laughing. Думай, прежде чем говорить, глупый мальчишка, сказала Polly, смеясь. Before speaking, как бы дословно перед говорением. Ну, то есть think before speaking. Думай, прежде чем говорить. The children burst out laughing too. Дети тоже разросились смехом. Глагол burst, как бы разрываться, уже встречалось где-то в предыдущих уроках, буквально за два или за один урок до этого. Burst out – это разразиться, когда или смехом, или плачем, вот такими эмоциями. Burst out laughing – разразились смехом. Then Polly went on. Затем Polly продолжила. То есть went on – это прошедшее от go on – продолжать. То есть продолжать что-то делать, продолжать какое-то действие. Затем Polly продолжила. Its eggs are so big. That if you were hungry and wanted to cook one of its eggs, you would have enough. All of you. Её яйца настолько большие, что если бы вы были голодными и захотели бы приготовить одно из её яиц, то вам бы хватило. Всем вам. Длинное предложение разберём частично. По частям. Значит, its eggs – её яйца, в смысле яйца той птицы, которую описывает Polly. Итс – её, но в данном случае иц, потому что то, что она описывает птицу, это ит – местоимение. Значит, притяжательное итс, без апострофа, вот этой запятой наверху. То есть итс – это притяжательное местоимение от местоимения ит, то есть третье лицо, единственное число. Я напоминаю, что в английском языке местоимения he и she относятся только к людям. Ит – это все животные и все неодушевлённые предметы. Значит, Итс – эггс are so big, настолько большие или такие большие, that if you were hungry, если бы вы были голодными, вот это if you were показывает нереальность действия. Если бы вы были, if you were, то есть это условное предложение. If you were hungry, если бы вы были голодными, то есть если бы возникла такая ситуация, and wanted, и захотели бы, то есть в таких случаях ставится именно прошедшее время. If you were hungry and wanted to cook, если бы вы были голодными и захотели бы приготовить one of its eggs, одно из её яиц, you would have enough, опять-таки напоминаю, частица would переводится бы, то вы бы, you would have enough, имели бы достаточно, ну это так дословно, you would have enough, то есть вам бы хватило, all of you, всем вам. Ещё раз прочтём, полностью предложение. Its eggs are so big, that if you were hungry, and wanted to cook one of its eggs, you would have enough, all of you. Её яйца настолько большие, что если бы вы были голодными, и захотели бы приготовить одно из её яиц, то вам бы хватило, всем вам. Where does it lay its eggs? Lily asked excitedly. А где она несёт свои яйца? Или а где она откладывает свои яйца? Спросила Лили взволнованно. Как прилагательное, точнее, как причастие прошедшего времени, excited, встречалось, взволнованный, возбуждённый. А excitedly, соответственно, это наречие, суффикс ли прибавляется, значит, возбуждённо, взволнованно. Excitedly. Значит, где она откладывает свои яйца? In its nest, в своём гнезде. Nest, гнездо. What is its nest made of? А из чего сделано её гнездо? It's made of sand. Оно сделано из песка. Новое слово. Sand. Песок. Sand. Oh, it's an ostrich. О, это страус. Опять-таки, новое слово, новое существительное. An ostrich. Страус. Острич. О, это страус. Lily shouted with all her might. Lily закричала изо всех сил. Тоже это выражение встречалось уже, повторим. With all her might. То есть, слово might – это мощь, сила. With all her might – изо всех сил. Я уже как-то объясняла в ранее пройденных уроках, что, соответственно, здесь her might, то есть, потому что это сила Лили. То есть, её сила, так как речь идёт о ней. Если вы будете о себе рассказывать, значит, I shouted with all my might. Если про него, про кого-нибудь, про he, значит, with all his might. Ну и так далее. hush, don't shout so loud. Тихо. Опять, да, это слово hush. Тихо. Don't shout so loud. Не кричите так громко. Our mother is ill, Polly hissed. Наша мама больна, прошипела Polly. Новый глагол hiss – шипеть. Хотя, вообще-то, может быть, не новый, где-то про чайник, по-моему, там было, что чайник шипел. Я точно не помню, но his – шипеть. I'm sorry. Ой, мне жаль. Или, ой, простите. Oh, I'm sorry. Простите. I didn't know. Я не знала. Lily whispered, прошептала Лили. Lily is the winner, Polly said, showing the card with a big ostrich on it. Лили победитель, сказала Полли, показывая карточку с большим страусом на ней. Ну, победитель тоже встречалась, то есть, это от глагола win, побеждать, выигрывать. Card уже в этом уроке было, карточка или поздравительная открытка бывает, card, ну, ostrich, ещё раз, страус, ostrich, значит, a big ostrich, большой страус. Продолжение следует...